Привет, друзья! Видите, уже почти законченная картина. Видите, почти. Надо только сделать ротик. Я всё, всё, я уже её закончил. Короче, у меня завтра, послезавтра её заберёт. Так сказать, новый хозяин. То я был творец, хозяин, творил. Теперь он её приобрёл, и теперь он её заберёт. Ну, что делать? А я, как говорил, что как только закончу, сбрею. Избрил. Как говорится, пацан сказал, пацан сделал. Я вообще-то, знаете, что думаю? Что крепче поцелуя у мужчины слова. Ну, я сказал, сделаю и сделал. Это первое. Вообще, по афоризмам, которые высказывает человек, можно судить о его глубине, о его широте, о его мудрости. Поэтому, когда-то там спорит кто-то в интернете, Эйнштейн мог бы сам додуматься до своей теории, или его жена это придумала, а он это присвоил, и так далее. Я читаю людей по афоризмам. Я же не физик, я же не разбираюсь АМС-квадрат, я же не физик. Я больше лирик, гуманист, это самое. Ну, когда я читал афоризмы Эйнштейна, я понял, что он автор теории относительности. Потому что такие вещи, которые он в своих афоризмах говорил, ну, глуповатый человек не скажет. Это надо обладать очень большим умом. Он, во-первых, сказал, что невозможно ждать после того, что вы делаете какие-то действия и получаете какое-то отсутствие результата, что вы опять делаете это действие и получите результат. То есть это интересно, правда же, или он сказал, что эффективность надо мерить по соответствию действия задачи, потому что, вот, например, если мерить эффективность по скорости, как рыба лазит по дереву, у него эффективность ноль. Ну, естественно, надо же эффективность прикладывать к задаче. Я хочу сказать, что тут такое дело. Вот есть люди, с которыми вы разговариваете, совершенно не притворяясь. О чём бы вы не хотели, нет запретных тем. Вот такие люди вам очень дороги. Между вами всегда возникает какой-то такой момент синергетического диалога. Вам не надо притворяться, вы можете говорить о чём хотите. Да, и вдруг в этот момент когда-то возникает какая-то новая идея в синергетическом диалоге, новый шедевр возникает. Ну, я очень рад, что у нашей школы человек, будущего, хомо-футурус, много таких людей. Я вам сейчас просто скажу, что я очень благодарен нашей школе, потому что вместе мы сила, потому что я вот всё время думал, как назвать закрытую группу клуб там или ещё как-то, потому что у нас очень много людей, которые могут получать всё бесплатно. У нас же бесплатные ликбезы, я даю уникальный контент. Пожалуйста, берите. У нас есть вебинары, которые всем очень доступны за минимальную цену, всего 1000 рублей уже столько лет, и никогда цена там не меняется, не увеличивается, несмотря ни на что. Ну, во-первых, насчёт картины я могу сказать, что картину продать эту за 70 тысяч евро мне было не стыдно, хотя она дороже стоит. Я как художник, как автор понимаю её цену. Мне не стыдно. А вот когда я помощь провожу, я бесплатно провожу, потому что я там не даю никаких гарантий, потому что я не хирург, не стоматолог. Я даю просто советы. Я обучаю людей навыком управлять своим состоянием. Поэтому я это делаю бесплатно. Хотя мне многие говорят, ну как же ты выживешь, быть таким бесплатно добрым. И потом говорят о том, что бесплатный сыр только в мышеловке. И поэтому многие не хотят там заглядывать и брать, потому что бесплатно, значит, пугаются. Наверное, что-то там не то. Это по-разному люди реагируют. Ну, в зависимости от прежнего опыта. Кто-то там обжёгся на молоке, на воду дует. По-разному. Но вот эту закрытую группу я буду делать для тех людей, которые то ли по какой-то причине, но не хотят они брать там бесплатно, но пусть не берут. Но не хотят они выходить в Zoom там на ликбезах, но пусть не выходят. Они говорят, а мы хотим персонально. То ли от Лени, то ли ещё от... А потом у кого-то есть свои вопросы, свои задачи. И вот поскольку мне всё время такое в личку пишут и в комментах пишут персонально хочу, персонально. Вот сегодня бабушка одна звонила и говорит, внучек мой ему 10 лет собирается поехать на море, а он боится медуз. Ну, жутко боится. 10 лет ему. А этот ролик я специально делаю, чтобы он посмотрел, посмотрел то, что мы с ним делали ещё раз, и вы внимательно посмотрите. Сегодня суперское такое у меня выступление, что такое элементы ключ-2. А я ему сказал, ты как медуз боишься? Боюсь. А так вообще ничего не боишь? Так ничего не боишь. Молодец. Вот теперь слушай внимательно, говорю. А что ты делаешь, когда ты нервничаешь? Ну, он думал, думал, говорит, голову чешу. Я говорю, чеши голову. Он начинает чесать голову. Я говорю, сильнее чеши. Чеши голову. Я говорю, представь себе медуза. Ой, да, да. Я говорю, чеши сильнее. Ой, ой, ой. Чеши сильнее, еще сильнее, еще сильнее. Потом говорит, да что-то спокойно Ну короче говоря, мы с ним за 10 минут сделали такое Что он купался в метузах Вы понимаете, инстинктивное действие человека Которое производит человек, когда нервничает Когда решает какую-то проблему Выступать собирается Или там встреча какая-то с важной персоной Или решает какую-то другую задачу Что он делает инстинктивно? Вот если это дело моделировать сознательно Я же пишу там в роликах в описании Вы смотрите в ютубе В описании, что мы используем Естественные, инстинктивные, защитные реакции человека Превращая их в упражнения Поэтому метод ключ Самый простой в мире При такой высокой результативности Такой большой эффект Как я говорил об учтении Как мерить Мерить отношение простоты действия В соответствии с результатом, который можно получить А за счет чего? За счет того, что оно тебе соответствует Да, рыбе по деревьям лазит Не соответствует Поэтому у него эффективность ноль А это действие тебе абсолютно соответствует У тебя получается синхронизация Между действием и с твоим текущим состоянием Вот ты нервничаешь, ты что-то делаешь Но не буду сейчас на эту тему Потому что в закрытой группе Персонально я могу рассказать А вы можете брать все это Я постоянно об этом говорил Смотрите там на ликбезах Два, три, четыре, пять Посмотрите ролики В которых в названии есть слово ликбез А теперь к главному и последнему Я благодарен школе И вот есть у нас люди такие С которыми у меня так вот возникает Как и у вас в жизни Непритворное искреннее отношение С которым ты можешь говорить на любую тему Совершенно свободно Нисколько не притворяясь И возникает шедевр Да, то же самое в мозге происходит Но я потом этот механизм объясню Как происходит озарение по заказу Потому что я все больше и больше приближаюсь к тому Что вебинар наш так и будет Об озарении по заказу Как использовать сон Как использовать состояние нуля Для того, чтобы решаемую задачу Решить Добиться Получить уверенность максимальную Что ты ее решишь И ты ее решишь Добавив туда общечеловеческие ценности Ну я об этом говорил Я еще потом скажу Но сейчас я хочу сказать Участнику школы Которую зовут Анна Анна У меня с ней такой синергетический Теалог Она пришла ко мне Мы друзья Она пришла ко мне Она, во-первых, сегодня нарисовала Первую жизнь свою картину И попросила, чтобы я написал Ну мы вместе как бы Я подсказывал Как начать Она начала И дорисовала И она сказала Вы тоже поставьте свою подпись Я тоже написал Хасай А она ниже написала Анна Она говорит Я ее возьму Это же акрилом высыхает Через пару часов Многослойная густая живопись Но краски у меня как раз Одни из лучших Такая получилась Картина Просто потрясающая Она говорит Я ее повешу у себя Над кроватью Каждое утро буду смотреть И замечтовываться О, как хорошо Так вот, вопрос в чем Это Анна, дорогая Я еще говорю Благодарю Спасибо большое У нас произошел Как раз таки шедевр Потому что я искал Название группы Куда желающий может зайти Для персональной со мной встречи Для того, чтобы я мог Персонально помочь И вот я думал И думал Как и как И вдруг она Вот смотрите У меня есть Картина такая Глазами вселенной Ну обалденная картина Правда же? Обалденная картина Смотрите какая Глазами вселенной Да А Анна Анна Какая умница Просто прелесть Она когда уже выходила Она мне сказала Я ей не показываю Эту картину сейчас Нет, нет, нет Просто мы размышляли Как же группу назвать Там закрытую И так далее Она сказала Если они хотят Ну то есть Кто хочет Они это имеется ввиду Вы или там Кто-то посторонний Новичок там Хотят именно персонально А вы, говорит Говорили Что вы хотите Их учить именно тому Чтобы озарение По заказу получать Чтобы решать проблемы Которые они пытаются Решить Но не могут Любая По здоровью Там может быть С детьми Может быть Мама молодая Может быть Как огород Уча купить Или вспахать Или картина Ну какие-то массовые проблем Как экзамены сдавать Как новую профессию Получить И так далее Вот Я думаю Говорит И она предложение Сделала Вот это шедевр Она сказала Группу можно назвать Глазами творца Ну да Потому что я там буду делать То чему школа Наша посвящена Вы посмотрите На стене школы Что написано Для сокращения Кризисов и войн Потребности в лекарствах Творческого долголетия И озарение по заказу Технологии Технологии Испытанные Проверенные Официально признанные В учебнике Часть стоит Для 10-11 классов Называется Сейхрогимнастика В учебнике Профессора Матвеева Это все Узаконено И вы представляете Такой контент Такой контент А кто-то ленится Брать бесплатно Кто-то ленится Вот хочет взять Именно у меня Персонально Ну ладно Я уделю время Но не только для того Чтобы вы научились Снимать стресс А чтобы вы использовали Энергию стресса В самом лучшем Его назначении Чтобы вы могли Создавать из стресса Шедевры Чтобы вы могли Решать свои проблемы Любые Любые проблемы По жизни Любые бытовые проблемы Даже наоборот Как туфли купить Новые Как быстрее Где что найти Да пожалуйста Эта группа Будет называться Глазами Творца Так что друзья Вот такие у нас Участники школы Еще раз вам всем благодарен Вместе мы сила А синергетический диалог Человеческие отношения Самые такие Прекрасные И мы учимся Вот коллективному Творчеству Мы учимся Вместе мыслить Решать проблемы А через полмесяца Как я сказал В прошлый раз У нас в стране Произойдут перемены И нам нужно будет Вместе всем Резко решить Несколько вопросов И всем помочь Потому что мы выходим В новое время До встречи Друзья